Все, кто связаны с детской практикой, должны четко понимать, что жизнь ребенка начинается с момента родов. Родовые травмы, анамнез, подвыбивки от вантов, травматические, стремительные роды. Все надо спрашивать, все надо учитывать и все надо складывать в единую картину. Первые дни, часы жизни ребенка, как он появился, где он провел, в отделении новорожденных, в палате интенсивной терапии, в реанимационном отделении, это крайне важно для последующего его здоровья. После все умные тесты располагаем руки симметрично, совершенно не дали, и просим у пациента начать разгибать голову, скидывай потихонечку. У нее все очень симметрично, разгивайся. Так, вторая позиция. Подожди, подожди. Так, ладно, мы скидываем. Все достаточно, не то, что достаточно симметрично, а все очень симметрично. Ну, то, что мы сейчас имеем, мы имеем гармонично развитого ребенка абсолютно. Это диагностические методы. Это диагностические методы. Это не лечебные. Это диагностические методы. Мы, ну, они нам помогают определиться. И самое главное, они нам помогают синхронно отслеживать, какая же будет динамика. Просонировав одну сторону, да, дав носовое дыхание, мы, конечно, смотрим, и мы, конечно, изменим. И мы, на самом деле, ну, видели все по мастер-классу Алексея Егоровича, мы видим это чудо. Я, когда сама впервые увидела у Юрия Алексеевича эти тесты, я, честно говоря, думаю, что это фокусы. На самом деле, на самом деле, вот только, вот, всем понятно, что организм единый целый. И вот с этим целым, вот с этим целым, там нет дверей. Вот вам нос, вот вам ухо, вот вам шея, идите там, куда хотите. И вот, когда это все вместе складывается, и когда, ну, самое главное, идет понимание в случае ребенка от родителей, тогда это складывается, это складывается в гармонию здоровья. Сейчас я хочу представить, Магия, на расположение головы в шее, когда она сидит на этом столе, да, мы увидели. Кстати, по нему, о чем мы говорили вчера на докладе, это, как все считают, как мы говорили, да, и дополнительное исследование у нас было, ну, в салоне шутка, да, было ровно, ну, выглядело, скорее всего, да. Значит, так же, когда она сейчас не сидит на столе, мы видим, что положение головы не может попало так вперед, в лифе, как выглядело, хотя он сидит достаточно ровно. Ну, и в задаче моей, как и главного терапевта, стояло создать такие условия для ребенка, для жизни у нее, чтобы она собственными мышцами поддерживала то положение, которое ей биологически выгодно и биологически оптимально. в отношении рода воздухоносных путей, это означало как раз увеличить и создать максимальный объем для этих воздухоносных путей. И это, опять так, это можно достичь, собственно говоря, изменением положения головы и шеи. Это простые способы непонятные, да, что мы свои мышцы отоглотки-насоглотки можем уменьшить и можем их увеличить. И мы помним, что в постоянном времени поддержания этого положения занимаются двигательные единицы формы, медиальной двигательной системы, которая мало зависит от нашего сознания, это просто одно из частей, а оно очень сильно зависит от тех аффилентных, удобных аффилентных входов, которые есть. Как человек сидит, на чем он стоит, и эти аффилентные входы наиболее биологически значимы и в этой технологии и используются. Один из них это, собственно говоря, место в области рта челюстей, это изменение положения мышц и натяжения кожи, и расположение нижней челюсти таким образом, что увеличивается эти мозгоносные грудения. И эти рефлексы на шею также и на восстановку туловищей конечности влияют. Второй значимый аффилентный вход, это стопы. Ну, то есть они нам и тот и другой, они в общем-то он экологически значимы, как агрессии, да, то есть, куда мы вернем голову, как мы сожмем челюсть, и с той стороны про реагирует вся половина туловища. Это понятная вещь, не требующая доказательства. Попробуем сам, сам любой человек сделать, да, попросить сюда, у нас двигается телом в сторону. И с токой. Это тот аффилентный вход, который позволяет нам удерживаться вертикально и в случае какой-то необходимости изменять положение тела, либо для движения бежать куда-то, либо просто изменять положение тела. Третья вещь, которая используется, это аффилентация, все это аффилентное поле, которое есть у нас различными специфическими технологиями, связанными с изменениями положения тела и воздействия на мышцы, это происходит. Ну и четвертое важное. Это то, что делают ребенок и родители током. Это значимое составляющее, которое, спасибо Даше, спасибо внимание еще раз, это то, как они выполняют. Так, ну, сейчас на сиденье я хочу посмотреть, как можно изменить положение ребенка и положение головы, изменив условия его сиденья. Вот, конкретный объект, да, много слов о аффилентной поле. Как же это конкретно? Конкретно это простые вещи. Ножки сюда ставь. На нем еще. Неслить. Неслить. Основные можно. Хорошо. Хорошо. Я не могу сделать чем-то. Поставил вот в комментариях. Обратите внимание. Обратите внимание на что появилось у нас. Кимику. Да. Кимику. Всего лишь на все. Наклонное положение здесь, да. Ну и вот здесь. Я еще раз напомню о том, что Миронов, ортопед нашей областной больницы, принимал пациентов вместе со своей медсестрой, сидя на угловом, таком длинновидом сиденье. Простая вещь, того бумагмон это заменяется, и изменяется поддержание вертикально больших. Ну, если вы не возьмете поступные области, которые на одетом человеке, может, не постыли. Нормально. Вот, я думаю, в плане было здесь. Небольшая степень слегка из средств. А для меня, я понимаю, что, да. И человек сейчас появится в целом, и в жесткой больнице. Ну, собственно. Ну, в плане может это быть со стороны спины, это исследование, да. Я не знаю, что. Сейчас можно исследовать здесь чуть-чуть. Может, повышать. Да. Мы планируем его назад. Да. 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 Еще раз. То есть, это не так или тело движется. Мои пальцы просто на теле находятся, как отметка. Как отметка. Матка. Матка, да. Иногда на коже ставят метки. Ну, просто пальцы мы можем контролировать, собственно, на что смещается кожа. Я хочу подчеркнуть согласованную работу мышц по линейку. У нас одна очевидная вещь исследования физического объекта. А именно, сам факт. Один, ноль или один или солдат. Есть изменения, нет изменений. Собственно говоря, этот комплект угры имеет значение не вторичное. Проверка технологии, консервативной ортопедии, или мануальной терапии, или какой-то другой, может быть достаточно простой и интересный комплект. Какова степень функциональной асимметрии? Более степень функциональной асимметрии. Давайте мы начинаем. Теперь мы видим, что мышцы симметрически работают с другой стороны, с другой стороны. Что это значит? Это значит, что ее интернейроны, идеальные двигательные системы, которые эти двигательные дифференции коммуницируют между собой, теперь они равновероятно установлены. И, как говорится, при таком-то ситуации не будет заданного направления в другую сторону. Мы просили наклониться вперед, а нам наклонялось вперед, и асимметрии не было. Когда мы просили наклоняться вперед и развлекало асимметрии, мы видели, что терминированное направление было в какую-то другую сторону. Одна мышца не расправлялась, не выходила, не унялась в балансах. Существовала вся эта проблема. Но мы видим, что изменения эс-рефлексы от положения нижней челюсти повлияли на движение шеи, туловища. И это мы достигли изменения филентного поля использования в артезе. Степень жёсткости ортеза влияет на это. И в плановом порядке мы увеличили степень жёсткости. И допустим, что пациент должен привыкать. В ортопедине для использования ортезов ГАП и МРС компания нам не требуется влияние на зубы. Поэтому мы используем преортодонтические ортезы ГАП. То есть мы используем только то влияние их, которое оказывается на другое. Нам для того, чтобы влиять на зубы, это проводится с консультацией врача-ортодонта. И соответственно, все пациентки, которым назначался ГАП, даже преортодонтическая, она назначается в совместности с инфекцией врача-ортодонта. У меня пока таким образом. Хотя подчеркну, в мире проводится работа с тем, чтобы назначать эти ГАП и эти ортопедические устройства врачами любых специальностей, которые просто научились не пользоваться. Но ещё раз подчеркну, это преортодонтические ГАП. Вопрос в МРС. Вопрос в МРС. Да. Вы проводили мануальную терапию? Да. Скажите, считаете какую-то роль мануальной терапии положительной динамики? Да, очень значимой, потому что тезы, в общем-то, подсоединялись на последующих этапах. Первичное – это проведение мануальной терапии, выполнение упражнений дальше, потому что подобные, то, что у МРС, это помощник в поддержании такой полосы. Но есть упражнение, которое она выполняет и активирует мышцы языка губ, то есть мышцы языка и круговые мышцы рта, которые являются активаторами для ослабления задних мышц шеи, очень. Очень. И… Спасибо. Александр Владимирович, Ну, теперь, как бы, да, такой встречный вопрос, который наблюдал эту всю ситуацию. Ну, можно лучше раньше посмотреть. Как Вы считаете, все-таки, вот, мануальная терапия может здесь играть какую-то роль, вот, в улучшение, ну, санации вот этих… Нет, безусловно. Вот обратите на… Обратите на Наташу, ну, вот сейчас она… У меня брейс в этом. На носовой дыхании. Ребенок никогда не открывает рот. Да. На носовой дыхании свободно, даже при той эндоскопической картине, которую мы видим. Там остатки дынодной ткани. Там, в общем, ее сверхние поросли. Никак, никак, отстанировав только вот эти мои лорорканы, нашу лор-систему, не достигнут такого эффекта. То есть, один из выводов, которые Вы не назвали, что целесообразно используют мануальную терапию. Безусловно. Безусловно, да. Да. Это оптимальчик, получающий оптимальный терапию. Дальше. Да. Мне интересно, что у нас сыгранилась семейка. Да. Посмотрим. Удачу на великоделах. Обид с подобными, с учетом, в особенности ее стопы. С индивидуально разготовленными артезами. С подобными, с артезами, которые подобраны по степени жесткости материала. У нас избавился семейка. Ребята, небольшая симметрия была здесь. Нет, даже по томате просто. Там вот. Такая семейка. Сиди-сиди-сиди-сиди. Ну, почему я использую, приходится использовать много разных артезов, иногда еще. И других тоже в том числе. Потому что вот как раз эти афиноприпая оказывают влияние, асимметризирующее на тело человека. И мы каким-то одним способом не можем помочь ему. Поэтому и используем на разные артезы. Это хорошая поддержка от монотерапии. На метре она будет совсем значимая. А вот выбор, поиск этих афиноприятных болей, которые влияют на ту зону клинического интереса, с которым мы обратились. И затем уже адекватная, подобная филированная боли, есть фактор, который мы будем выявлять. Соответственно, изменять ту клиническую характерность, в которой мы находим вот это. И задачей, как раз, с которой я занимаюсь, необым. И один из самых важных. Это просто механическое давление. Механические факторы и футболные, которые пациенты подумают сами темой после того, как я придумал мануальную терапию с мышцами. Это простые вещи, которые недоступны. Ты можешь подемонстрировать сейчас это упражнение? Да. Да, можно. Работает круговая мышца рта. Смыкает ее и не до конца размыкает. При этом переносится на пальцы и вместо подбородочных. Самый простой пример, например, подбородочная мышца. Она очень часто работает вместо нижней порции круговой мышцы рта. Она вместо нее замещает это движение. И они являются антогонистными. При этом подбородочная мышца деактивируется и расползается. Мы деактивируем подбородочную, просто сжатием кожи над ней. Ее сжимаем. И при этом круговая мышца рта облегчается. Ее тренировка. В этом важно не распускать до конца губы. То есть сохранять постоянное небольшое подближение волевой активности. То есть ее изолированное движение, изолированная функция обеспечена? Да. При этом язык у пациента находится в положении, прижатом за зубами к нему вверху. Вот таким образом. Достаточно. Это упражнение нужно делать скапой во рту? Лучше скапой во рту. Потому что она просто помогает, там есть этот компонент, куда язык прижимается. Не обязательно скапой, потому что пациентов которых нет, и когда я его назначил раньше, когда не было капой. Они делают это просто. Надо показать место, куда их язык прижимать. Давай, первое упражнение покажем. У нас есть еще важные мышцы, которые тоже влияют на наши движения. Это височные мышцы, да, и его определение порции, да. И приоткрываешь его переднюю плавно, и закрываешь его переднюю плавно. Простые упражнения помогают. Два-три движения, ну, до пяти движений много не надо. Включая в комплекс гигиенную полость рта. Желательно, пожалуйста, давай. Тоже давлением мы указываем давление на наш сумку. Оно теперь работает только в условиях. И после снятия давления она будет работать. Более удлиняясь, более выучаясь в бесплатные взаимоотношения, которые нам здесь в данном случае необходимо активировать. Просто здесь сигнал сейчас подается большей мощности. И понятно, что она сжимает. Достаточно. Спасибо. Покажу еще одно упражнение. Распустили тогда чуть позже. Простое и важное упражнение для тех, кто хочет изменить положение головы и шеи. И это положение просто само по себе изменяет воздухоносные пути. Ну, а также инфоток, кровоток. И что важно для пациентов, у которых есть мышечно-фициальные приемные симпромы, в шее, там, в верхнем грудном отделе позвоночника, то можно использовать вот такое просто положение. Значит, да. Просто помимо положения пациентов, подержать локтями какой-нибудь предмет или стоп бумаги. Хочу обратить внимание. Пальцы на крючицах располагаются. В этом положении мы активируем мышцы большую грудную, малую грудную, переднюю, зубчатую. И у нас в меньшей активности находятся тропоцелидные и арбовидные мышцы, которые находятся сзади. Таким образом, третий вывод отсюда активируется. Мышцы, которые ответственны за поддержание вертикального положения дулоща. А это именно международные мышцы, и это именно глубокие мышцы, и короткие мышцы позвоночника. Отмечу, что это не длиннейшая мышца спины, поверхностные волокра, которые как раз будут расслабляться в этом положении. Чем обеспечивается тоже вот это вот снятие болевого синдрома. Простые вещи, которые, в общем-то, легко использовать, но и понятные. Так. Хорошо. Спасибо. Спасибо.